ГРЭС-3 имени Роберта Классона основана в 1914 году. 12 марта 1914 года тогда еще станция электропередача дала первый ток потребителям. Топливом для станции стал торф. Идея создания такой станции принадлежала инженеру-энергетику Роберту Эдуардовичу Классону, в честь которого ГРЭС-3 и получила свое название. Вместе с ГЭС-1 основополагающей в создании энергетической системы сначала МОСЭНЕРГО, а теперь Российская энергетическая система. В 2015 году была построена линия ЛЭП 70 кВт от города Электрогорска, от ГРЭС-3 до Измайлова, и там подсоединилась ГЭС-1. Это явилось рождением энергетической системы, то есть параллельно работая двух и более электростанций. На протяжении своей столетней истории электростанция выступает в роли своеобразной научно-исследовательской лаборатории, полигона для испытания современных технологий. Для Электрогорска ГРЭС-3 имеет жизненно важное значение, ведь все тепло и электричество поступают в жилые помещения и предприятия именно отсюда. А во время Великой Отечественной войны ГРЭС-3 обеспечивала электроэнергией даже промышленные предприятия Москвы. За проявленный во время войны героизм, коллектив станций был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. После войны станция модернизировалась. Котлы, полученные из Германии в качестве репарации, возмещения за причиненный материальный ущерб, были заменены на немецкие. В 1977 году на ГРЭС-3 заработала газотурбинная энергетическая установка. Со временем добывать торф становилось все сложнее, и в 1985-м было полностью прекращено сжигание торфа в котлах, станция перешла на газ. В трудные перестроечные времена в городе Электросталь строится дочернее предприятие ГРЭС-3 – ГТУ ТЭЦ – газотурбинная теплоэлектроцентраль со шведской турбиной. В декабре 1999 года введено в эксплуатацию основное оборудование первой очереди. Затем, в январе 2009-го, предприятию ГРЭС-3 доверили Орехово-Зуевскую ТЭЦ-6, а в январе, но уже 2010-го, в Павловском посаде построили ГТУ ТЭЦ с двумя авиационными двигателями, которое также стало структурным подразделением нашей теплоэлектростанции. Сейчас на предприятии работает 560 человек. Станция постоянно находится в развитии. ГРЭС-3 имени Классона включена в планы развития Московской области и предприятия Мосэнерго. Примерно к 2017-2020 годам на теплоэлектростанции должна начаться реконструкция. За плодотворную деятельность и большой вклад в развитие электроэнергетики Московской области коллектив ГРЭС-3 имени Классона неоднократно был отмечен наградами губернатора Московской области, Министерства энергетики, правительства Московской области, Московской областной думы, глав администрации городского округа Электрогорск.